видео которое ждали многие тема агрегация товаров в набор как должно быть правильно у вас находится допустим комплект из трех полотенец на каждое полотенце нужна маркировка один кис в целях экономии многие берут и на набор из трех полотенец клеит один кис это неправильно так даже не должно быть если у вас набор то должен быть кис на каждое полотенце потом один общий кис агрегированный на упаковку агрегированный кис это не 4 кис одного полотенца это кис набора и когда на приемке у вас видит что это набор то вам поставку разворачивают если кис у вас набора отсутствует как сделать этот кис я покажу в этом видео итак смотрим на мой экран давайте с вами разберем изначально что такое набор и вообще как они выглядят визуально значит в национальном каталоге я создал демо набор выписал его вот с этим джетином номер 1242 вот он этот набор 1242 шильдик у него вот такой как две флешечки одна наложена на другой если мы провалимся в набор увидим три товара каждый из которых имеет свой джетин давайте увидим каждый из этих товаров но я один покажу остальные уже не буду просто вот это одно из полотенец которое входит в набор что мы имеем мы имеем один набор как товар отдельный и отдельных вложенных три товара делать это вручную на сайте честного знака ну это очень долго поэтому я покажу изначально как это делать с помощью 1с значит заходим заказы на эмиссию кодов маркировки суз пишем создать и добавляем туда товары нажимаем на поиск и вводим джетин 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 с честного знака предварительно разумеется нужно привязать к вот этому набору полотенец из трех штук данный джетин добавляю второй штрих код 3 и 4 4 4 5 5 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 14 15 25 15 15. И запрашиваю коды маркировки. В этот момент 1С обменивается сайтом честного знака и готовит печатную версию кодов. Этот процесс занимает несколько секунд, может быть до минуты. После того, как все произойдет успешно, статус вот здесь изменится и будет черненьким. Все, коды маркировки имитированы. Теперь нам хорошо бы сохранить эти все коды в Excel. У меня есть специальная обработка. Кому нужно, можете обращаться. Выбираю наш последний документ, из которого я буду вытягивать коды и пишу сформировать. Все. Видите, выведено 60 кодов маркировки. Как раз 50. 15 умножить на 4. Это Е60. Нажимаю на кнопочку «Сохранить». На рабочем столе создаю папочку «Тест 15». Открываю эту папочку, выбираю удобный для меня формат. Это Excel. И пишу коды «Все». Сохранить. Окей. Теперь нажимаю на кнопочку «Печать». Выбираю шаблон этикетки, который мне нужно и пишу «Печать». Теперь мы получили 60 этикеток. В том числе у нас 45 товара и 15 как раз на упаковку. Нажимаю на кнопку «Сохранить» и вставляю в ту же папочку «Тест 15». «Сохранить». Все. У нас есть коды. Можем их клеить на товары, но они не введены в оборот и на них отсутствует агрегация. Открываем нашу Excel. Вот они, коды все. Давайте посмотрим и отделим с вами отдельно коды наборов от товаров. Нажимаю «Контрол-Ф», «Контрол-В», «Найти». 12.42. Вот они отсюда начинаются и очень удобно. Все они находятся внизу. Выделю их желтым цветом. Теперь нам нужно во второй колоночке, давайте я вам покажу ручками, как это выглядит, взять по одному коду, вот здесь так, «Контрол-С» и приписать его к товару. Вот здесь привязать. Здесь с номером, видите, 12.35. Теперь 12.11 нужно в одно место вставить. И первый какой там у нас был, 204, тоже в одно место вставить. То есть теоретически можно сделать это вот так. Выделю, копирую, выставляю один раз сюда, потом еще раз сюда, потом еще раз сюда. Да. Проблема в том, что вот сейчас на примере я вам показываю всего лишь на 15 наборах. Но если их будет тысячи, даже сотни, это займет большое количество времени. Поэтому я разработал маленькую Excel. Вот она находится. Давайте я вам покажу, как работает. Значит, беру, удаляю здесь все. Правой кнопкой мышки «Очистить содержимое». И наборы. Правой кнопкой мышки «Очистить содержимое». На вот эти данные внимания не обращаем. Заходим к нам в коды «Все». Копируем все наборы, 15 штук. Вставляем их в наборы. Потом я захожу и копирую все товары. Простите, вставил все товары, а наборы промазал и не туда вставил. Еще раз. Копирую и наборы вставляю в наборы. Теперь захожу на первый лист, нажимаю «Кис-сет» кнопочку и система нам сама пересчитает и разложит все по упаковочкам. Все. Отлично. Теперь, следующим шагом мне нужно агрегировать. Заходим в «Ввод в оборот». Создаем документ. Производство перед вводом в оборот. Выбираем дату. Сегодня 24 число. Теперь нужно подобрать товары. Нажимаем на синюю вот эту надпись. Нажимаем «Да, ОК». Нажимаем на «Загрузить из внешнего документа». Копируем все, что у нас здесь получилось. Вот эти два столбика. Вставляем сюда. Нажимаем «Готово». Если все прошло корректно, то вы увидите здесь уже 60 товаров, наборов и так далее. И все разложены. Переходим во вторую вкладочку. Видим, что у нас всего три полотенца и 15 наборов. Нажимаем на кнопочку «Завершить подбор». Нажимаем на кнопочку «Завершить подбор». Все четко, все разложилось. Подгрузились документы соответствия. Нажимаем «Выполните агрегацию». После этого надпись снова синяя. Нужно ввести в оборот. Нажимаем «Передайте данные». Все. Теперь мы можем спокойно клеить и передавать на Marketplace. Давайте с вами откроем все-таки этот файлик. Посмотрим, что получилось у нас. Видно, что указан «GTIN». При необходимости в печатной форме можно указать наименование набора. Ну, я не указываю, потому что это демо-режим. Дальше. Последним шагом. Давайте проверим. А в честном знаке это все создалось. Все там зелененькое. Переходим в маркировку. Выбираем необходимую категорию. И давайте с вами откроем один из наборов. Любой. И полотенце. Беру вот этот код. Очень важный момент, особенно когда вы много делаете. С момента после передачи с 1С до фактического водооборота должно пройти там несколько минут, чтобы все стало зелененьким. Нажимаю на кнопочку «Вставить». Единственное, после 1С, именно 1С она добавляет, видите, скобочки вокруг «GTIN». Их надо убирать. Все вот так. Раз. Нанесен код. Почему? Потому что я уже сказал, что нужно, чтобы прошло несколько секунд. Вот часть уже получила статус кода в обороте, часть нет. Но зато мы четко можем сказать, что наборы сработали. Давайте еще раз я вам сейчас покажу сам набор. Статус изменился, стал в обороте. Если мы в него провалимся, то мы увидим именно агрегацию его, то есть состав вложения и статус каждого из кода в обороте. Это значит, что все выполнено корректно. Ребят, надеюсь, всем все понятно. Если вам что-то нужно, задать какие-то дополнительные вопросы, если хотите, чтобы вас обучили, можете обращаться. На канале Телеграм вверху есть кнопочка. Там есть возможность перейти в чат и задать платные вопросы. Я хочу, чтобы вы проявили сознательность. Не каждый зритель умеет благодарить. Поэтому пришлось из-за большого количества вопросов создать платные вопросы. На этом все. С вами был Андрей Михайлов. И смотрите другие видео. На других видео я показываю и агрегацию в короба, агрегацию в палетах для монополитных отгрузок, виртуальную агрегацию, эмиссию. То есть все есть на других видосиках. Всем всего доброго.